Добрый день! Сегодня мы рассмотрим топовый кубик от компании YJ, это MGC 7х7. Коробочку мы видим стандартную, привычную, в которой уже давно дизайн особо не меняется. MGC здесь 7х7, что-то по-китайски. Снимаем вот эту фигурную деталь, достаем саму головоломку. В коробочке YONGJOYE, не YONGJOYE, а YONGJOYE. Компания отделилась от моего, поэтому какие-то изменения в названии и вышли. Хотя на этой коробочке YONGJOYE написано. Кто знает какое окончательное название этой компании, напишите где-нибудь. Все чаще я вижу YONGJOYE. Хотя вот сайт YJCube.com Ну, давайте достанем комплектацию. Кубик. Больше здесь ничего нет, кроме подложки. Сам куб. Ну и как обычно начнем с комплектации. Я, если честно, еще даже не открывал. Хотя кубик вращаю уже давно. Что здесь есть? Здесь у нас есть отверточка, которая отправляется в кладбище отверток. Кстати, вот у меня такая уже где-то была. И у нее есть проблема, что металлическая часть прокручивается относительно пластиковой. Что иногда приводит к неким казусам. Кажется, что ты кубик раскручиваешь, а на деле ты вращаешь только пластиковую ручку. Было у меня такое в одной отвертке. Видим здесь детальки для подставки. И что еще? А! Запасные магнитики. Они на вид одинаковые. И запасные пружинки, видимо, другой жесткости. Не потребовалось мне ни то, ни другое. Инструкция объемная. Мелкая. Есть по-английски. И тут, наверное, по-китайски. Да. Но ничего нового. Берем. Так. Пружинки нам тоже пока не пригодятся. Давайте соберем подставочку. Наверное, должно быть несложно. Наверное. Достаточно легко ориентироваться, с какой стороной вставлять вот эти детальки, чтобы в Айджей правильно читалось. Вставляем тут. И вставляем тут. Бывает. Вот такая в итоге получается подставка. Задумка, конечно, интересная, но бессмысленная. Почему-то она, не знаю, может как-то, что-то с ней не так. Она разваливается. Ну, если поставить, поставить в нее кубик. Вот так. Ну, возможно, я криворукий. Давайте на этом не зацикливаться. Все уберем. Смысл делать разборную подставку, когда можно просто поставить на уголок и засунуть в коробку. Всегда все так делали, все помещалось. Но это не самое важное. Как я сказал, задумка интересная, но бесполезная. Сам кубик. Я напомню, что серия MGC уже достаточно большая. Есть кубики с 2х2 и уже получается по 7х7. И все здесь кубики хорошие. Какие-то очень хорошие. Это начиная с 4х4 и выше. Какие-то нормальные. Это MGC 3 и Lite. До этого были еще две версии трешки. Здесь я напомню, стершийся логотип, буковка M, золотая была когда-то, которая стерлась в сборку за 100-200. Достаточно старая двушка. Есть еще MGC 2 и Lite, но ее я покупать не стал. Только по той причине, что ее цена была больше, чем у 4х4. Мне показалось это излишней жадностью компании. Да и хороших двушек сейчас полно. Особой необходимости не было. Но, начиная с четверки, я всем главоломки купил и всеми остался доволен. Вот пришло время 7х7. И сравнивать мы эту семерку будем, естественно, с конкурентами от других именитых брендов. Это у нас будут Spark от Moffango X-Men. Moffango X-Men, Moffango X-Men и X-Men, старичок, который уже остался без логотипа. Этот логотип лично отковырял Николай Масон. Из-за того, что здесь на оранжевой стороне какой-то дефект, который похож на второй логотип. А с двумя логотипами участвовать в чемпионатах по спидкубингу нельзя. Поэтому пришлось одним пожертвовать. И вот кубик такой остался. С ними будем сравнивать. Размер кубика 68 мм. Вес ровно 200 граммов, как заявлено в технических характеристиках. Это, наверное, один из самых тяжелых кубиков 7х7. Конкурировать с ним может только АОФу. Это я говорю по ощущениям. То есть вот эти кубики Spark и Yuxim, мне кажется, легче. Но могу ошибаться, разница там незначительная. Размер чуть меньше, чем у АОФу. Примерно такой же, как у Yuxim. И чуть больше, чем у Spark. Spark, по-моему, 67 мм. В руках лежит комфортно. Больше всего из этих кубиков 7х7 я крутил Yuxim. Именно на нем я впервые сделал сотку САП-5. Им же я в основном собирал на чемпионатах по спидкубингу. И свои результаты менее 5 минут в посреднем времени тоже на нем. Поэтому к Yuxim у меня теплое чувство. И я до сих пор считаю его актуальным кубиком. Я обязательно им еще покручу. Он меня всем устраивает. Единственное, давно уже анонсировали вторую версию. Чтобы, наверное, не было вот этих вот дефектов на крышечках. Ну вот здесь на оранжевом, на желтом что-то такое. Ну и изначально здесь слегка звенели магнитики. Когда-то такое было. Yuxim крутится легко, быстро и приятно. Ну и на нем достаточно много сборок сделано. Поэтому он хорошо притерт. После Yuxim я перешел на Spark и на нем пытался вот крутить. Но все, не хватало времени и как бы даже 500 сборок на нем нет. Но все впереди, все будет. А уфу, он такой средний, самый, наверное, невзрачный из остальных кубиков. Поэтому на нем я крутил меньше всего. Хотя по цветам они, наверное, должны быть близки. Синий, оранжевый, зеленый, желтый. Да, цвета вот как у ауфу. Если сравнить с тем же Spark, то отличаются оттенки. Он синий более-менее похож. В основном будем сравнивать с Yuxim и Spark. Что можно отметить? Отверстия между элементами значительно крупнее, чем на Yuxim. Ну, Hays. Сопоставимы с отверстиями Spark. Но, если брать возле угловых деталек, здесь отверстия больше на MGC. А если рядовые, вот эти все, то больше, конечно, на Spark. Не уверен, что это как-то очень сильно влияет. Но, наверное, да. Иначе бы дизайнеры этого не делали. Если брать по удобству и комфорту вращения Yuxim и Spark, то Hays вращается быстрее и легче. Spark более контролируемый, а MGC находится где-то посередине. И это хорошо. Учитывая, что мне нравятся и Hays, и Spark. Иногда Spark кажется чуть-чуть туговатым, но MGC это как раз то, что нужно. Сразу говорю, что Spark кажется туговатым только из-за того, что Yuxim и Hays излишне быстрые по сравнению с ним. Это ничуть не плохо. И Spark сам по себе кубик отличный. Я уже давно решил, что не буду покупать бюджетные биф-кубы. По какой причине? Потому что биф-кубы собираются долго. Кроме, я собираю долго. И чтобы качественно их исследовать, разобраться, вникнуть, надо сделать много сборок. А я и на топовых моделях этого делать не успеваю. Поэтому бюджетки Yuxim 2M, Little Magic 7M их не будет. Ну давайте повращаем MGC. Я хотел не затягивать это видео, но как получится. На этапе 3х3 здесь все идеально. На мой вкус. Все комфортно, хорошо и удобно. У меня руки достаточно крупные. И... Ну, конечно, по сравнению с трешкой семерка крупнее. Но все вращается удобно. И отлично. Вращение внутренних слоев вполне комфортное. Здесь нет никаких вот этих щелканий, как на Yuxim. То есть магнитики в своих пазах стоят плотно. К примеру, в моей версии. Иногда получались некие вот такие вот локапы. Один или два раза у меня это произошло. Что говорит о том, что, вероятно, настройку кубика можно слегка изменить. Совершенно незначительно кубик затянуть. И, может быть, он станет стабильнее. То есть есть подозрение, что в угоду скорости слегка здесь потеряли в стабильности. Это не точно, но пару моментов таких было, что кубик чуть застревал. Все это легко возвращалось обратно. И особых проблем у меня не вызвало. Но такой момент есть. Давайте кубик перемешаем. Но забирать его не будем. Просто посмотрим, как он вращается и как выглядит в перемешанном состоянии. Такое вот слегка шершавое вращение. Комфортное и приятное. Что можно сказать сразу? Если вы ищите себе первый топ-куб 7х7 магнитный, то MGC отличный выбор. Причем этот кубик не такой уж дорогой по сравнению с тем же с парком. Если вспомнить первые ценники на Хейс, которые были достаточно крупными, то это даже прям совсем бюджетно. MGC линейка кубов топового качества за разумные деньги. И семерка вполне отвечает этим стандартам. Хороший отличный кубик. Приятные цвета, приятное вращение, хорошие удобные магниты, комфортные. То есть нечто среднее между Хейсом и Спарком. Очень бы мне хотелось увидеть вторую версию Хейс М, но вероятно из-за ситуации в мире с этими пандемиями что-то пошло не так. Уже давным-давно были показаны прототипы именно Хейса второй версии, но до сих пор не видно. Хотя с другой стороны Yuxin анонсировал 12 на 12, 13 на 13, видимо работы у них не прекращались. Но сегодня речь о MGC и это отличный куб за разумные деньги. Я рекомендую всем любителям хороших головоломок. То есть если вы начинающие думаете какой вам первый топ 7х7 купить отличный выбор. Если вы профессионал и хотите чего-то нового, других ощущений, то вот вам кубик, который чуть более быстрый по сравнению с парком и чуть более контролируемый по сравнению с Хейсом. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры